Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 30 ноября. В Октябрьском округе в доме на улице 4-й транспортной полицейские задержали 28-летнего мяча. В карманах у молодого человека находились перчатки, но на руки он их не надевал. Вместо того, чтобы согревать конечности, задержанный хранил в аксессуарах наркотики. В одной перчатке лежали пакеты с амфетамином, в другой с гашишем. В общей сложности изъяли 18 граммов запрещенных веществ. Как установили оперативники, ранее судимый амич работал курьером в одном из нелегальных интернет-магазинов. Он распространял по городу оптовые партии. В гараже у подозреваемого обнаружили упаковки с амфетамином, солью, гашишем и марихуаной. Вес наркотиков составил более 200 граммов. У молодого человека также изъяли смартфон, через который он держал связь со своим куратором. В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. В соцсетях амичи активно обсуждают видео, снятое очевидцами на улице 5-я Северная. Здесь, на парковке, задержанный сбежал из полицейской будки. Свидетели включили камеру, когда неизвестный уже оказался на воле. По всей видимости, фигурант был пьян, но у него хватало сил, чтобы оказать сопротивление стражу порядка. Полицейскому в одиночку не удалось скрутить дебошира и на помощь сотруднику пришел прохожий. Когда задержанный успокоился, мужчина пошел по своим делам. Но это оказалось временным затишием. Неадекватный амичи опять попытался сбежать. Теперь уже ползком. И опять на помощь пришел мужчина в красном капюшоне. На этот раз доброволец помог старшему сержанту затолкать дебошира в будку. После просмотра этого ролика у пользователей возникло несколько вопросов. Почему в полицейском автомобиле такие ненадежные двери и замки? Где в этот момент находились другие сотрудники? И почему старший сержант не применил спецсредства? К примеру, электрошокер за одну секунду решил бы все проблемы. Ну а большинство пользователей в комментариях выразили свое уважение мужчине в красном капюшоне. Побольше бы таких неравнодушных граждан. В Кировском округе полицейские задержали подозреваемых в кражах из автомобилей. Заявления о преступлениях начали поступать с августа из различных районов города. Почерк во всех эпизодах был одинаков. С помощью сканирующего устройства злоумышленники вскрывали машины и забирали все ценное. Общий ущерб потерпевших составил 70 тысяч рублей. Эксперты изъяли с места преступления отпечатки пальцев. Как оказалось, двое подозреваемых ранее были судимы. Позже установили, что им помогал еще один соучастник. Сотрудниками полиции отдела 7 были задержаны подозреваемым по данным уголовным делам. Среди них двое граждан 38 лет, одному гражданину 30 лет. Подозреваемым по уголовным делам было предъявлено обвинение по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 2 пунктуа совершения хищения группы лиц по предварительному сговору. Задержали подозреваемых с поличным, когда они пытались скрыть машину на парковке у супермаркета. Передвигали злоумышленники на Жигулях. В их автомобиле полицейские обнаружили похищенные вещи. Задержанным предъявлено обвинение по 8 эпизодам, но возможно это не полный список совершенных краж. С учетом прежних судимостей суд арестовал подозреваемых на 2 месяца. Рецидивистам грозит до 5 лет колонии. За минувшие сутки в городе произошла целая серия резонансных ДТП, некоторые из которых даже можно отнести к категории курьезных. Так сегодня утром под метромостом неприятности случились с КамАЗом. Как предположил автор съемок, водитель решил сэкономить время и топливо. Скорее всего водитель не повез снег на полигон за город, а разгрузился на берегу РТШ. Возможно шофер торопился покинуть место преступления и не успел опустить кузов. Карма настигла мгновенно. Теперь омичи ждут, как на этот инцидент отреагирует руководство дорожного хозяйства мэрии. И еще одно ДТП с участием большегруза случилось на Виадуке вблизи станции входная. Здесь рано утром самосвал не вписался в поворот, снес ограждение и улетел под откос на нижний уровень дорожной развязки. И это тот редкий случай, когда водителям стоит следить за помехами не только слева и справа, но и сверху. По ходу движения большегруз зацепил Ладу Приору. В комментариях омичи отметили, что на мосту движение автомобилем массой более 10 тонн запрещено. На днях инспекторы ГИБДД на въезде на Виадук организовали постконтроля и не пропускали грузовики. Возможно в этот раз большая масса и стала причиной ДТП. А в советском округе на проспекте Мира произошло столкновение двух легковушек. Автомобиль с регистратором стоит в ожидании разрешающего сигнала светофора. Желтый сигнал еще не успел загореться, а серый Ниссан через дорогу напротив уже начал движение. В это мгновение темная иномарка завершала проезд перекрестка, но не успела. Некоторые водители в комментариях попытались оправдать торопыгу, мол на этом светофоре, подъем в гору, а на асфальте лед. Иногда автовладельцам приходится пропускать несколько циклов работы светофора, прежде чем они смогут тронуться с места. Поэтому некоторые начинают стартовать заранее. И еще одна авария, которая с трудом поддается какой-либо логике. Рано утром в центре города на пустой дороге не смогли разъехаться два микроавтобуса. ДТП случилось на перекрестке Маркса и Лермонтова. Черный мини-вент начинает поворачивать на свою зеленую стрелку. В этот момент маршрутное такси летит по прямой. Никто из водителей даже не пытался затормозить. Наверное, в 6 утра все еще спали. И подобные аварии здесь стали обыденностью. Как написали в соцсетях автовладельцы, когда со стороны Маркса загорается поворот налево, то со стороны улицы Гагарина горит зеленая стрелка направо. Некоторые водители ее воспринимают как разрешающий сигнал для проезда прямо. В результате такой неразберихи машины здесь бьются регулярно. В Омской области разыскивают 17-летнего Ивана Старостина. Накануне вечером в Василькульском районе молодой человек самовольно ушел из детского дома. Приметы несовершеннолетнего. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые. Если вы располагаете информацией о местонахождении Ивана Старостина, сообщите данные в полицию по телефону 79-3204 или 02. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Проведите выходные с пользой и без жести. Всего доброго и увидимся зимой. Субтитры создавал DimaTorzok